Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас происшествие было на неделе. Вот эта девочка-красоточка сбежала. У нас были ворота открытые, сбежала. Да, Дин? Почему ты сбежала? Потому что она купаться любит. И она у нас такие вдоль всех участков, типа рыков. Прокопанная. Ливнёвки называются. И девушка по ливнёвкам купалась в ливнёвках. Пришла чёрная вся, не знамо какая. Ну что ж, было-то принято решение девушку помыть. Девушка всю жизнь была голодкошёрстная. Ну что я вам скажу? За дело взялась Ира. Теперь собака кудрявая. Как я! Вы видите, она вообще ни разу не голодкошёрстная. Да? Денусь. Начала сейчас чесать её. А она вон взяла от меня, сбежала. Ну ничего, я тебе в порядок приведу. Можете себе представить? Была собака голодкошёрстная, стала кудрявая. Вот так вот. Ну чего, пошли по саду гулять. Ох, что у нас нового? Что у нас нового? Что же я вам хотела рассказать, что у нас нового? Сморонина полным ходом у нас нового плодоносит. Немножко собрала бабушка. Вот. Пытаюсь я тут справиться вот с этой вот порослью. Купила средство. Очень хорошее, на мой взгляд. Раньше, по крайней мере, оно было очень хорошее. Называется оно Раундап. Только оно какое-то очень жидкое. Насколько я помню, Раундап он такой густой. А это прям как вода. Ну вот побрызгала 7 дней назад. Ну как-то вот вяло текуще. Сейчас заказала ещё другое уже средство. Хочу все дорожки всё-таки пройти. Меня всё равно то, что я кашу этой штучкой, оно, конечно, не спасает. Надо аккуратно сходить всё попроливать. Потому что... Потому что... Так, что у нас ещё нового? Ох, Лиленик красавец какой! Что у нас ещё нового? В общем, черешни в этом году нету, потому что всё помёрзло. Груш много. Смородины много. Крыжовника много. Которые уже, кстати, можно собирать. Гортензии, смотрите, какие чудесные, правда? Они всё больше и больше растут. Интересно, до какого... До какой высоты они могут вырасти? Так, в сад у меня, конечно, не сильно. Есть время выходить. Нет у меня... Что-то где-то я так кусочками делаю, но охватить всё непросто. Так. Дальше что? Дальше вот, видите, какая красивая смородина, которую тоже уже можно собирать. Чёрная, правда, первая начала поспевать. А ещё у нас такая вкусная есть смородина. Крупная, чёрная, сладкая. Так, вот здесь вот у нас скоро будет... Скоро будет, пока не буду. Немного заинтригую вас. У нас здесь будет... Что-то будет. Так, вот, видите, белый, как много смородины. Прямо её здесь висит, ну, очень много. Надеюсь, что она вкусная. Сладкая, как ни странно. А здесь тоже красная. Здесь вообще маленький кустик был. Такой, знаете, одна палка торчала. Так хорошо разросся. Мне кажется, его тоже нужно отсюда будет пересаживать куда-то. Но это всё ближе к осени. Сейчас я этим заниматься даже не буду. Так, что у меня ещё? У меня огурцы полным ходом идут. Рвём огурцы. Собираем огурцы. Лучок можно ещё подсеять. Ну, наверное, я так думаю, это я сделаю. Вон, видите, огурчики. Ну, в общем, мы уже фактически... Мы в свои огурцы уже едем. Так. Петрушка, смотрите, какая шикарная. Да? Видите? Вот. Перчик свой. Уже. Ну, в общем, чего-то... Сидим на подножном корму, что называется. Вот, щавель я обрезала. Уже по такой красивой, что... Прямо уже хочется сварить. Щавеливающий опять. Видите, он как обновился весь. Весь хороший. Вот. Ещё у меня был, как я говорю, лоточек мученики, огурчики. И я решила высадить сюда. Вот, посмотрите, какой маленький. А с цветочком и с огурчиком уже. Ну, в общем, высадила сюда. И здесь тоже уже огурчик есть. Хожу, поливаю. Ну, думаю, что выживут. Вот. Вот тоже, видите. Смотрите, маленький. Но уже с огуриком. Вот. А здесь как-то вот, знаете, случайно. Видимо, наверное, с грунтом у нас попала картошка. И она тут так у нас и растёт. Вот. Укропчик. В принципе, можно уже даже сделать малосольных огурцов, потому что уже зонтики укропные есть, которые душистые. Так. Это крыжовник, да? Крыжовник. Хостел он как цветёт. Так. Что у нас ещё нового? Что у нас ещё? Нового. Тут, я не пойду на ту сторону. Там очень жарко. Да, в принципе, у нас больше ничего нового. Я так думаю. Сейчас ещё до груши дойдём. Я вам покажу, какая яблоки в этом году будут. Видимо, яблоки, они же через год бывают. Вот. В этом году будут, видимо, этот год яблочный. Что-то ещё хотел вам показать. Груши, груши и что-то ещё. Не помню. Вот. Вот. У нас жара была на предыдущей неделе до 35, даже 37 было. Оно прям очень было жарко, поэтому оно прям вообще дышать было невозможно. Соответственно, выходить ни на улицу, ни готовить. Вообще ничего не хочется. Видите груши? Помните, это вот та груша, которая обельно цвела. И её цветение попало как раз на снег. Она была снегом ещё укрыта, все цветочки. Ну что? Груш много. Это компотная. Она такая сладкая, но вяжет рот. В принципе, она, если кто любит, типа хурму, вот это такой сорт. Она вкусная, сочная. Но вот она такая. Ой, что ещё у нас тут? Ну, груши я так везде поглядывала, их много. Они у нас разные, разные сорта, да? Это ближе к осени всё будет. Так что никаких у нас особых новостей. Только вот Дина у нас, красотка, нас удивила всех. Вот. А сейчас вам ещё цветочек покажу. Розочка распустилась. На одной палочке целый букет. Прям красотка. И запах... Вот плохо, что я запах вам никак не могу передать. Пикселями какими-нибудь или сегменте. Представляете? Сейчас поближе подойду. Ой! Вот. Смотрите, какая красота. На одной палочке. Ой! Колючий. Вот, видите, на одной палочке. А здесь... Пять бутонов распустилось. И уже шестой один отсевёл. И запах нереальный. Вот ещё маленькая тут будет. Такая же красотка. Так, это у нас груша летняя. А это груша летняя. Ну, в общем... Тоже её много. Я так думаю... Ох, как я так хорошо укололась. Об розу. Я думаю, что груша к концу... Июня... Ля, ля. Июля будем уже есть. Ой, боже мой, здесь какой... Дебри какие. Ну, настолько жарко, что вообще никуда не хочется выползать. Вот. Не хотела, но ладно. В общем, решила я и здесь обойти. Вот решили мы такую штуку поставить. Спортом заниматься. Уже тест-драйв проходили. Вот. Вот такую штуку мы решили поставить. Ну, а что, квадроцикл продали. Теперь гуляй. Гуляем. Так, киви. Киви всё хорошо. Но они прям вот... Прям деревянные. Они прям даже не продавливаются. Ну, потому что ещё расти и расти, и потом они... Полное созревание у них будет ближе к сентябрю. Скорее даже, наверное, в сентябре. Так. Ну, вот, в общем, как-то... Ещё у нас был ураган перед жарой. У нас сорвало вот эту вот крышку ураганом. Ураган сильный был. Ну, вот, видите, поменяли мы. Всё сделали. Установили новую. Вот. В этом году вот этот вот виноград очень сильно. При бело морозом. И я думала, честно говоря, что его не будет. Вот это вот лоза. Видите? Вот это вот лоза. И я думала, что вот... Нет, всё живое. Всё живое. Ой, надо... Надо ходить вот эти краешки. Уже давно было всё это оборвать. А я не ходила сюда. Здесь жарко. Ну, что делать? Они кисленькие, вот эти росточки. Можно даже уже и долму делать. Правда? Смотрите, какие листы. Листья красивые. Можно долму наделать. Ну вот, погуляли мы с вами. Да? Так что я никуда не пропала. Мы здесь. Ничего у нас не меняется. Просто очень жарко. На улице. Вот. В общем... Хочу в порядок дорожки привести. Не знаю, как мне это всё сделать. А ну, видите, как кругом уже вот здесь вот мох нарос. И потом уже всякие семена летают и начинают прорастать. Ну, вот здесь я брызгала. Не сильно. Не сильно виден результат. Ладно. Сегодня должна доставка приехать. Привезти ещё другое средство. Будем ещё другим пробовать. Ой. Крыжовник тоже колючий. М-м-м. Вкусные. Можно собирать. Да. Я вообще-то шла девушек своих открыть. Вот их пять человек. И самое главное, чифулька. Да? Человек. Человек-окур. Да. В общей сложности шестеро. Да-да-да. Да-да-да. Чифуль, привет. Да что ты. Да что ты. Не? Ну, ладно. Ну, ладно. Прогунчик. Ладно. Гуляйте. Сейчас чуть попозже к вам приду. Вот они все. Нет, ещё одной нету. Куда-то уже одна. Значит, куда-то уже одна убежала. Ну, что, дорогие мои. Всем хорошего выходного. Очень хочется шашлыков. А при такой жаре прям вообще ничего не хочется разводить. Потому что, ну, очень жарко. Ой, здесь тоже груши какие красивые. Ну, очень жарко. Жду, когда немного похолодает. Омолодает, чтобы пожарить шашлыки. Вот. Барбарис отошёл. Видимо, наверное, на такой жаре. Червячки его ели. Червячки не выдержали. Да. Ну что, всех целую, обнимаю. Всем хорошего выходного дня. А пока... Пока. Продолжение следует. Продолжение следует...